Ну вот, друзья мои, мы пришли к месту назначения. Да, это вот родник в поселке Ильском. Здесь живая полезная водичка. Скамеечки установлены. Мы вот уже набрали две бутылочки водички, баклашечки. Будем дома пить. Красота. Холодно. И вот домики. Здесь облагородили. Раньше просто труба торчала. Ну-ка, расскажи что-нибудь. И верно здесь, знаю, стояло. А сейчас вот... Роднику, наверное, лет 100 или меньше. Предприниматель, который... Лет 100? Ну, я сколько помню, у меня 66. И до меня еще. Наверное, со дня образования поселка. Ну, был родничок. И вот сколько он потом предпринимает. И сколько лет родитет, родит, родит. Но он не святой источник, да? Нет. Но освящен, наверное, и с преснями. Ну, вообще, может быть, осветили вот в наше время уже его. Ну, так вообще-то чисто. Ну, главное, что в поселке находится этот родник. В центре поселка. И этот предприниматель, который кафе содержит. На перекрестке? Нет, вот рядышком, смотри. А где кафе? А вот это вот в белом здании? Да. Ему бабушку не напоминали. Галень, а вот это вот забор, это не бригада дедушка, где наша работа? Вот это же было, это даже здание. Это у нас благородие. Вот это что, кафе сейчас? А, это была контора, да? Да. Бригады. Да, да, да. Контора была кирпичная. Или колхоза Замир. Бригада. Нет? Ой, Победы. Победы, да. Здесь был столярный цех. Вот представляете, здесь наш дедушка работал за этим. Последнее, последнее, там сколько, до пенсии он работал в столярном цеху. А вообще он в огородни работал, в колхозе. Победы. В колхозе Победа. Славинский Николай Григорьевич, участник Великой Отечественной войны. Прошел от родной Кубани до Вислы. В 46-м году только вернулся с фронта. Ну, их направили с войны, когда закончилась 9 мая, вот в Берлине. Они вот от Вислы. Ну, это он в Польше, по-моему, закончил, да? Ну да, он до Варшавы дошел. Ну вот. Потом их направили на Дальний Восток, потому что там Заваруха была на Дальнем Востоке. Ну да, с ягошками. Да. Ну, они доехали до Красноярска, и потом их вернули назад. Война закончилась. 3 сентября 45-го года. Ну, и он опять же отправился в Польшу. Великой Отечественной войны. Он же с Польши вернулся в 46-м году. Ну, значит, надо было какое-то задание. Он обучал, там он был командир взвода дальнобойной артиллерии. Конечно, кто-то так... Смотрите, кто как так неграмотно написал. Задаем в аренду. Видите, с какими ошибками написано. А мы пошли на родник сюда. Вот такая вот вам небольшая информация. Ну, а о дедушке своем я буду рассказывать вам еще в своих репортажах отдельно. Вообще, как бы о своих старших, о своих родных, о своей жизни. Так что все потихоньку узнаете. Подписывайтесь на мой канал. И будете как бы в курсе всех событий, которые происходят со мной. Вот такой родничок у нас в поселке Ильском. На нашей малой родине. Вот Николай Иванович, серьезный мужчина. Тоже передает вам привет с Кубани. Ну, все. Пойдемте. Ну и внученька наша. Помаши ручкой. Всем привет, привет и пока, да? Да можно выпить. Я не хочу. Холодная. Пойдем. Ну, все, друзья мои. Немножко закругляюсь. Может быть, на обратном пути что-то еще мне будет интересненькое. Я сниму. Нет холодная. И вам потом предоставлю. Холодная. А так, пока-пока. Извините за качество съемки. Привыкаю к своей селфи-палке. Учусь на ней снимать, чтобы вам было интересно оставаться со мной. Говорю вам всем до свидания, до новых встреч, всего самого доброго. А я сейчас попью водичку. Вот водичка из родничка в поселке Ильском. Сейчас я ее попробую. Вкусненькая, настоящая, почти как минеральная. За вас, мои друзья. Минеральная водичка. Ну, не знаю, конечно, святой или нет источник, но за вас. С любовью к вам я, Вера Славинская. Уже сколько здесь маргариточек. Пойдем, вот у нас там в такси. Пойдем. Видите? Такси! Вот, вот вам. Все, все, все. Пока, пока. Покупляйся! Ну, а дальше мы поедем на такси.